Приветствую! В то время как общество ждет обвинительных приговоров по делам, связанным с похищением и избиением людей представителями ТЦК и СП, наши народные избранники, депутаты Верховной Рады принимают законопроект 10195. Правда, пока принимают в первом чтении. И этим законопроектом они предлагают установить административную ответственность, конечно же, для нас. Ни в коем случае не для тех людей, в отношении которых мы ждем какой-то ответственности. А вот для нас новую ответственность, пожалуйста, причем не маленькую ответственность. Речь идет об ответственности за нарушение комендантского часа и режима светомаскировки. Так вот, я думаю, что вы эту новость уже видели, и сейчас мы поговорим не столько об этой ответственности, сколько о том, как человеку избежать этой ответственности в тех случаях, когда у него есть уважительные причины для нарушения комендантского часа. Итак, напомню, что законопроект 10195 устанавливает для физических лиц ответственность в виде штрафа от 8500 до 17000 гривен. Вдумайтесь, вдумайтесь, нарушили вы комендантский час, например, там с поезда вы идете, да, и вы можете уже получить 8500 гривен штрафа. Ну, а те люди, которые пистолетом бьют по голове, ну, они, как мы знаем, ничего не могут получить, да, никакой ответственности. Также этим законопроектом предлагается еще и установить ответственность для предприятий, для магазинов всяких, да, для кафешек и прочего. За нарушение режима светомаскировки в том числе. И там ответственность будет от 51 тысячи до 340 тысяч гривен. А, кстати, что такое нарушение правил светомаскировки? Ведь они же не устанавливаются централизованно. Это значит, что где-то на местах будет установлено, там, в Закарпатской области, да, ну, мы знаем, там, любят ходить по тренажеркам, по санаториям. И вот представьте, там, в этих условиях говорят, у нас режим светомаскировки. А что такое в условиях зимнего времени светомаскировка, да, когда в 4 часа уже темно. И в 5 часов мы приходим и говорим, а ну-ка, иди сюда, на тебе штраф 51 тысячу, 340 тысяч за повторное. Ну, вы понимаете, да, к чему это может привести. То есть там поле для злоупотреблений просто огромнейшее. А кроме этого, там же есть еще какое новшество. Там предполагается наделить полицию полномочием задерживать людей в рамках административного задержания за нарушение мер, которые применяются во время военного положения. А эти меры, если мы вспомним, они же предусмотрены в законе Украины о правовом режиме военного положения в статье 8. И там огромнейший перечень, там больше 20 пунктов. А в каждом пункте по несколько этих мер. Вы понимаете, какой огромный перечень оснований для задержания человека? Он просто невероятный. Более того, там по сути, ведь этот же перечень, он не является закрытым. То есть там же есть возможность у администрации вводить и другие меры во время военного положения. И, к сожалению, я вот здесь вижу, знаете, огромное, огромное поле для злоупотреблений. И если мы даже без этого видели, как людей задерживали, без всяких на то оснований, просто потому что кому-то там вздумалось, что человек ухылянд, то когда будет принята вот эта статья, вот эти все изменения, я не знаю, что будет. Но будет что? Будут задерживать на законных основаниях уже, по сути. А законных оснований этих будет просто миллион. Просто миллион. Что делать человеку в этом случае? Как ему подготовиться? Здесь надо понимать первое, что полиция, к счастью, наделена правом, вот будет наделена правом задержать человека. Задержать они ему смогут, соответственно, на три часа. И они могут за это время, ну, соответственно, что там, установить личность и составить протокол. К великому счастью, да, находим что-то хорошее, полиция не наделяется правом выносить постановление о привлечении к административной ответственности. То есть они будут составлять протокол и передавать это в суд. И уже суд будет решать, виновен человек в нарушении комендантского часа, режима светомаскировки и так далее. Либо невиновен. И, соответственно, какую сумму штрафа на него возлагать. Эти вопросы, повторюсь, будет решать суд. Соответственно, человеку к суду нужно будет подготовиться. И нужно понимать, что суд все-таки это более, ну, такой, хочется сказать, глубокий подход к вопросу решения о том, виновен человек или невиновен по сравнению с полицией. Потому что полиция, я думаю, в этой ситуации там все были виновны, 100%. Там идешь на улице во время комендантского часа, все виновен. И никого там не интересовало, почему так произошло, никто бы не разбирался. Все-таки в суде у вас будет возможность предоставить какие-то доказательства уважительной причины того, что вы пребывали на улице, да, во время комендантского часа. Что это может быть? Понятно, мы не перечислим там все разнообразие жизненных ситуаций, которые возможны. Но надо понимать, что человек, например, может ехать, может идти с поезда, да, поезд прибывает в этот город после комендантского часа. И, соответственно, человек просто идет домой, да. А нарушитель он, ну, не надо быть юристом, чтобы понять, что нельзя такого человека признавать нарушителем и привлекать к административной ответственности. Но что важно сделать человеку в этом случае? Билет. У него должен быть с собой билет. И, соответственно, этот билет в дальнейшем вы можете приложить как доказательство того, что, ну, вот, по-другому быть не могло, скажем так. Далее. Вы едете в пути. У вас ломался автомобиль. Вы потратили время на то, чтобы его отремонтировать и поехали дальше, да. В итоге в город вы заезжаете уже, когда начался комендантский час. Что здесь нужно сделать? В этой ситуации, если у вас есть поломка автомобиля, зафиксируйте это на видео. То есть возьмите телефон, запишите видео, что я такой-то, такой-то, сейчас такая-то дата, такое-то время. Я стою на трассе, вот у меня сломался автомобиль, вот, там, показать, что у вас автомобиль, что вы там, не знаю, стоите на аварийке, выставили знаки в соответствии с правилом дорожного движения. И вы решаете вопрос технический, да, с поломкой автомобиля. Для того, чтобы потом это приложить в суде в качестве доказательства того, что, ну, у вас была уважительная причина. Кстати, хочу сказать, это не значит, что если вы такое видео приложите, суд 100% гарантированно его примет. Но у вас будет хотя бы что-то, за что можно зацепиться. Какие еще могут быть ситуации, да, если вы едете к родственникам. Вот были ситуации, где люди там едут к родственникам, которым стало плохо. Как это доказать? Не едьте сами к родственникам. То есть, езжайте, но перед тем, как ехать, или в момент, когда вы сели-поехали, вызывайте туда скорую. Потому что, чтобы у вас было зафиксировано, что, ну, вы хотя бы ехали не просто так, да, а действительно, там, не знаю, вашим родителям стало плохо, и вы ехали к ним. Но самих ваших слов в этой ситуации точно будет недостаточно. Но если в этот же момент вы вызвали скорую, и у вас будет доказательство того, что вы вызывали эту скорую, да, и по времени вызова все совпадает, нормально. Я думаю, что, ну, мудрый судья эту ситуацию рассмотрит как уважительную причину и освободит человека от административной ответственности. Поэтому вот в каждой ситуации нужно подумать будет вам о том, как, каким образом создать доказательство того, чтобы подтвердить, что ваше нахождение во время комендантского часа на улице имело какое-то разумное основание, какую-то уважительную причину. И будем надеяться, что суд расценит это действительно как уважительную причину. И подойдет к этому вопросу с точки зрения верховенства права, а не просто с точки зрения набития бюджета просто дополнительными средствами. Друзья, если у вас вот какие-то ситуации остались, ну, вот непонятные, да, вас интересует вопрос, какие, как можно доказать, что у тебя есть уважительная причина в той либо иной ситуации, задавайте вопросы в комментариях, и я постараюсь либо ответить непосредственно в комментариях, либо, может, буду снимать какие-то короткие видео с ответом на ваши вопросы. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.